сейчас всем 30 и я пришла опять в свой любимый парк здесь очень хорошая подсветка очень хорошее освещение и до сих пор смотрите много людей немного но достаточно вот и здесь сидят на травке отдыхают там из долину огни новых домов иду прям чувствуется запах свежей кошеной травы очень приятно гулять свежий ветерок днем конечно жарковато но как я и говорила что днем 32 а ночью вечером опускается температура до 22 20 градусов все-таки к нам приближается осень медленно но верно я от этой подсветки вообще без ума конечно это очень красиво смотрится в сумерках это очень красиво площадка детская и там тоже площадка с одной стороны площадка и с другой стороны тоже конечно здесь собираются все любого смотрите что-то мигает вдали собираются люди от любого возраста дети начиная с детей вы видели две площадки и пожилые тоже и с собаками любая любая категория людей потому что это этот парк настолько прекрасен просто изумителен я очень рада что его построили два года назад у нас хоть особенно хорошо что этот парк находится в десяти минутах ходьбы от моего дома поэтому мне очень повезло но я не использую каждый день такую возможность и не хожу гулять каждый день а надо бы вот видите там уже собачками гуляют ну и поговорим о том в прошлом видео я назвала свои видео как бороться со стрессом я назвала несколько правил которые вот лично мне помогают чтобы была гормония в моей жизни чтобы меня не качала и справа влево я назвала это первое условие это прогулки ежедневные прогулки значит способ мнения расслабиться релаксация рефлексия такая ароматерапия ну и конечно входит тут правильное полезное питание все в комплексе но и еще одно я забыла вам сказать это занятие творчеством когда человек занимается творчеством он выходит на совершенно совершенно иные уровни сознания то есть он оторвается от реальности и выходит совершенно другие миры это естественно балансировать его жизнь ну и конечно же водные процедуры я стараюсь когда лето принимать душ именно холодной водой комбинированной холодной водой а потом горячей и четыре раза в день минимум летом конечно зимой два раза достаточно вообще когда я куда-нибудь выхожу в магазин где много людей я стараюсь сразу же после того как я прихожу домой принимать душ это не только из-за чистоты чтобы очиститься от грязи но и своего рода чистоты как бы от лишней информации потому что когда вы находитесь в толпе вы у вас равно загрязняется ваше сознание один из способов очистить себя тоже на ментальном уровне я очень много раз своих видео показывала какое у меня питание показывала рецепты что я готовлю включает то есть блюдо включает как и мясо так и овощи так и фрукты я ничего из из продуктов не исключаю но принцип такой то что я в меру все употребляю то есть не зло употребляю едой все маленьком количестве хочу вам сказать о такой особенности насчет пастельного белья до если говорить о гигиене то летом в жару белье на грязнице сильнее намного чем зимой поэтому я использую только такой способ как меняя белье раз в два дня и я это я ощущаю на очень хорошо разница когда я сплю на свежем чистом белье мой сон становится спокойным и глубоким вот и решила тоже пройтись вот здесь слышите как сверчки поют эти дома новые красивые дома здесь тоже я люблю гулять это один из моих маршрутов когда они хочу видеть вообще людей тоже здесь здесь воздух потрясающий потому что эта дорога находится рядом с пустыней и поэтому чистый воздух и очень вот эту дорогу хорошо продувает я не знаю как в тель-авиве хотя я знаю там очень высокая влажность но здесь в араде вечером ночью воздух совершенно отличается от от погоды температура которая стоит днем при летом когда жара я уже говорил вам какая разница то есть нормальные нет 32 есть неделя которые критические аномальные тогда эта температура доходит до 40 конечно если мы будем сравнивать погоду в дубае дубае я смотрела такая какая там температура там температура даже ночью я не знаю как там люди это без кондиционеров это просто невозможно наверное жить даже ночью там 30 градусов когда у нас в араде ночи 20 градусов вы представляете насколько у нас комфортнее даже летом ночью поэтому ночь это благодать можно спать без кондиционера чуть-чуть включив вентилятор днем жарко очень жарко да нужно использовать кондиционер ну вот так вот поэтому и съемки делать вот летом только вот в это время после 8 часов вечера очень комфортно потому что 20 градусов это вам не 32 градуса представляете 32 градуса снимать на камеру никакого нет желания даже говорить очень тяжело вот какой не все-таки замечательные вот так вот здесь сделано декоративный сад геномные в рите просто замечательно слышите как сверчки поют смотрите вообще это дерево это что-то особенное вот это дерево только здесь я в араде а вот здесь посадили вот такие маленькие пальмочки и в таких бочках полубочках тоже оригинально посадили что-то смотрите какие четверть бочки очень оригинально и здесь так вот камнями посыпано уверена что в этих домах обязательно стоят камеры которые следят за теми кто бросает мусор поэтому смотрите никто тут ничего не кидает потому что по закону если вот заснять вот что бросил мусор это это штраф положено за такое хочу вам сказать что погода сейчас в это время просто сказка просто сказка такой ветерок так дышится легко это просто сказочная погода